Все возможно. С таким девизом пенсионеры проживают свою жизнь ярко и динамично. Творчество неотъемлемо и отчасти их досуга. Чтобы показать свои таланты миру, они приняли участие в традиционном марафоне-конкурсе «Долголетие в творчестве». Мы хотим показать пример того, что можно вести активную жизнь в пожилом возрасте, вне зависимости от того, есть у тебя какой-то центр или нет какого-то центра. У нас, наверное, третья часть участников, которые просто увидели информацию в интернете и пришли, и даже победили. Получили набор материалов и узнали тему задания. Потом принялись мастерить своими руками, вспоминает Наталья Ивановна. Творческий коллектив «Золотые ручки», которым она руководит в Звенигородском клубе «Активное долголетие», по-настоящему сплотился во время конкурса. В итоговый день марафона они представили свои изделия на выставке. Нам уже было, конечно, интересно, как мы выглядим на фоне других работ, других организаций. Насколько я понимаю, здесь в основном представлены свои работы долголетие. Это очень активные женщины, это прекрасные женщины. Если посмотреть, то, конечно, в каждую работу вложена частичка своего тепла. Главный критерий оценки участников – инновационность. Важно, чтобы творчество приносило пользу людям, рассказывают организаторы. Участие в конкурсе приняли 650 человек со всей Московской области. Шесть лауреатов коллективов и девять индивидуальных победителей были награждены дипломами и подарками. Для них выступили с ярким концертом музыканты и танцоры округа. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.